Первый кредит в своей жизни ты взял, и он будет тебя преследовать до твоей пенсии, да? Как ты с ним обращался? Согласно закону, кредитная история может быть отправлена в архив через 10 лет после последней записи там. Если вы пользуетесь кредитами более или менее постоянно, то все ваши действия, начиная с самого первого вашего кредита, остаются доступными, и их все видят. В 2020 году действовал специальный такой пандемийный закон, согласно которому кредитные каникулы на срок до 6 месяцев могли получить практически все заемщики по разным видам кредитов. Банкротство дает возможность списать долг, который невозможно погасить. Но нужно понимать, что прежде всего все имущество, которое может быть изъято у должника, будет изъято и продано. Они дорожают, но их все равно берут кредиты. Тема нашего сегодняшнего прямого эфира. Это главные новости в студии Адерик Ломит. Здравствуйте. Гость из студии Игорь Кух, профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Казанского федерального университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Если у вас есть вопросы по кредитным продуктам, или сложилась такая ситуация, что нужно мнение эксперта, звоните нам. Номера прямого эфира. Ближайшие 20 минут вы видите на экранах. 8 800 532 55 и 511 99 66. Также традиционно в нашей группе в социальных сетях ВКонтакте мы организовали опрос. Группа называется Торстан 24. Вопрос сегодня звучит так. Планируете ли вы в ближайшее время оформить кредит? Или, может быть, вы обходитесь без кредитов? Голосуйте. Мы хотим знать ваше мнение. В конце программы обсудим. Вслед за повышением ключевой ставки Центробанка, российские банки начали повышать стоимость потребительских кредитов. В ряде случаев рост кредитных ставок в разы превышает динамику ключевой ставки. Другими словами, кредиты стали дороже. Игорь Анатольевич, для кого эта новость критична в первую очередь? В первую очередь повышение процентных ставок по кредитам критично для тех, кто собирается сейчас брать кредиты или в ближайшее время, естественно, для них кредит будет дороже, чем был бы несколько месяцев назад. И, во-вторых, эта новость будет критичной для тех, кто рефинансирует старые долги, получая новые кредиты. Естественно, что в данном случае по новым долгам придется платить больше, чем по старым. В марте в Татарстане выдали почти 35,5 тысяч кредитных карт. Это на 23% больше, чем в феврале. Исследования провели специалисты Объединенного кредитного бюро. Татарстан занял 8 место среди регионов РФ с наибольшим числом выданных кредитных карт. Лидирует здесь ожидаемо Москва. Второе место Подмосковье. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край. Всего в России за март выдали 1,2 миллиона кредитных карт. Что на 23% больше, чем месяцем ранее. Мне кажется, это огромный рост, 23%. Как вы думаете, с чем это связано? Почему люди... Ну, тут трудно, конечно, сказать, поскольку может быть очень много разных факторов, по которым люди обращаются за получением кредитных карт. Но надо учесть, наверное, то, что банки очень активизировались в продвижении данного продукта, кредитных карт. С недавнего времени. Да, пожалуй, что в конце зимы, в начале весны банки начали проявлять повышенную активность. Я думаю, телезрители тоже это чувствуют, наверное, да? Да, наверное. Пару раз в неделю, да позвонят, да предложат. Конечно. Ну и, соответственно, результативность этих методов продвижения, она тоже налицо. То есть напор усилился и люди берут? Конечно. Даже неизвестно, пользуются ли люди активно полученными кредитными картами. Да, то есть она ведь ее же можно получить, и она лежит на черный день, скажем так. Они не использованы, да. Возможно, люди получают кредитные карты в нагрузку к зарплатным картам. Да. Да, и тоже ими не пользуются. Но, тем не менее, 23-процентный рост за один месяц – это очень показательная цифра. Может быть, это еще связано с низкими доходами? Вы бы как проанализировали? Ну, вы знаете, как правило, люди с низкими доходами не могут претендовать на получение кредитных карт, по крайней мере, с какими-то приличными кредитными лимитами. Банки выдают кредитные карты в основном людям с средним и высоким доходом. Хотя вполне возможно. Да, мне кажется, что есть кредитные карты, которые действительно небольшой лимит, но чтобы были вот эти, я не знаю, 50 тысяч рублей ограничения, уже поспокойнее. Впрочем, по данным прошлого года, попадалась мне на глаза такая информация, что до 50% владельцев кредитных карт пользовались, я так понимаю, в течение прошлого года, 20-го, пользовались займами микрофинансовых организаций для того, чтобы покрывать обязательные платежи по кредитным картам. А, вот так. Да, то есть действительно, возможно, люди, которые столкнулись с тяжелыми финансовыми обстоятельствами, посчитали возможным прибегать к использованию кредитных карт. А на что чаще всего берут кредиты? Расскажите. Какова ситуация? Может быть, она поменялась, эта ситуация, в связи с пандемией? В связи с пандемией, можно сказать об одном тренде, в связи с пандемией очень выросло количество выданных ипотечных кредитов. Но это еще, наверное, отчасти связано с тем, что ключевая ставка понизилась, да? По сути, ставка понизилась именно вследствие пандемии. Это было ответом на пандемию. И с учетом пониженной процентной ставки и других мер стимулирования ипотечного кредитования, объем кредитования ипотечного в прошлом году очень сильно увеличился. Более того, по данным, которые дает Центральный банк, более 20% тех, кто в прошлом году брал ипотечные кредиты, это были люди, которые до этого никаких кредитов вообще не имели и не брали. То есть при таких низких процентных ставках удалось вовлечь в кредитование людей, которые раньше кредиты не получали. Но мы все-таки с вами не ответили на вопрос, на что чаще всего берут, понятно, ипотека. Да, чаще всего берут кредиты без конкретного целевого назначения, если не считать ипотечных кредитов и автокредитов. В остальном большая часть кредитов либо без конкретного целевого назначения, так называемые кредиты наличными, либо это кредиты на приобретение товаров длительного пользования, то, что у банкиров называются поскредиты, то есть кредиты, выдаваемые в точках продаж бытовой техники, мебели и других товаров и услуг. В конце марта в Госдуму был внесен законопроект, нацеленный на ограничение выдачи необеспеченных кредитов. Сможет ли этот закон защитить граждан от рискованных займов или защитить их могут только они сами? Конечно, в отдельных случаях запретительные меры в отношении кредиторов, которые предоставляют кредиты и займы гражданам, могут предотвратить получение гражданами избыточного объема кредитов и займов. Но это не всегда эффективно, запретительные меры не всегда эффективны. Конечно же, сделать так, чтобы человек не имел избыточного долга может только сам человек. То есть если мы будем запрещать, то люди будут искать какие-то обходные пути, но тем не менее будут привлекать займы, кредиты, будут наращивать свою долговую нагрузку, обходя любой закон. Если очень хочется и очень нужно? Конечно, мы получим уже существующий сейчас серый рынок займов, хоть неофициальных. Если мы будем запрещать, значит этот рынок будет расти. А что сейчас людей от закредитованности защищает вообще? Есть какие-то нормы, я не знаю? От закредитованности? То есть мы как раз говорим с вами, что в последнее время действительно огромное количество звонков от банков. И это разные банки. И мы можем тут взять, там взять, там как бы и... Ну, во-первых, начиная с 2014 года, любые наши действия, связанные с получением, с погашением кредитов, отражаются в нашей кредитной истории, которая доступна всем профессиональным кредиторам, всем банкам. Поэтому любой банк, выдавая кредит, он видит кредитную историю потенциального заемщика и может составить себе представление о том, что это за человек, много ли он брал кредитов, как он их обслуживал, есть ли у него просроченные задолженности и так далее. Поэтому от избыточной закредитованности в первую очередь защищает наличие у кредиторов информации о должнике и нежелание кредитора выдавать кредит ненадежному заемщику. Поэтому банки очень тщательно отслеживают, как правило, финансовое положение заемщика и его отношение к кредитам. Центральный банк со своей стороны также старается стимулировать банки к тому, чтобы не выдавать избыточное количество кредитов, избыточный объем кредитных ресурсов уже высоко закредитованным заемщикам. Есть у него два кредита, но не надо ему третий догон. Ну да, там не по количеству кредитов, конечно, а по объему считается. Но, тем не менее, если банк выдает кредит уже закредитованному заемщику, этот кредит считается более рискованным. И, соответственно, для банка выдача такого кредита чревата нарушением обязательных нормативов, установленных Центральным банком. И банк более осторожно подходит к выдаче кредитов таким заемщикам. Вот и кто-то с этой осторожностью банка сталкивается и вообще не может получить кредит. Да, есть такая категория людей, испорченная кредитная история, неплательщики или просрочки, или, может быть, уже все закрыл, но, тем не менее, прошло какое-то количество времени, а человек все равно не может получить кредит даже на небольшую сумму. Что делать таким людям? Ну, во-первых, чтобы все прекрасно понимали, данные кредитной истории, они никуда не исчезают, они хранятся. То есть, вот первый кредит в своей жизни ты взял, и он будет тебя преследовать до твоей пенсии, да? Как ты с ним обращался? Согласно закону, кредитная история может быть отправлена в архив через 10 лет после последней записи там. То есть, если вы 10 лет не пользуетесь кредитами и вообще никакого отношения не имеете, ну, есть вероятность, что ваша кредитная история будет отправлена в архив, и вы можете начать заново. Но если вы пользуетесь кредитами более или менее постоянно, то все ваши действия, начиная с самого первого вашего кредита, остаются доступными, и их все видят. Конечно, банки обращают внимание в первую очередь на последние записи, последние по времени. Поэтому, если вы когда-то имели проблемы с обслуживанием кредита, после этого вы получали кредит и его нормально обслуживали, ошибка молодости, ага. Да, тогда это может не так сильно повредить вам. Но для этого нужно получить кредит и его вернуть. Кто не может получить, что делать? Что делать? Либо учиться жить без кредитов какое-то время, либо можно попробовать, как говорят, исправить кредитную историю, получив займы, скажем, получив кредит в небольшом объеме. В тех случаях, когда вам готовы этот кредит предоставить, может быть, даже вы не особенно нуждаетесь в нем, но если вам готовы предоставить, то, может быть, стоит воспользоваться просто для того, чтобы получить положительную запись в кредитной истории. Чтобы на перспективу, да? Да, для того, чтобы иметь возможность в случае чего обратиться за кредитом и не получить отказ. Что делать, если нет возможности в срок платить по кредиту? Значит, во-первых, самое главное, нужно обратиться к кредитору, то есть к банку. Желательно это сделать до того, как у вас возникла просрочка, когда вы пришли к выводу, что вы не сможете заплатить. Обратиться к банку с просьбой о реструктуризации, отсрочке платежей, предоставлении каких-то иных льготных условий, временно или постоянно. Во многих случаях банки соглашаются пойти навстречу заемщикам, потому что у них нет никакого желания сделать заемщика банкротом или забрать у него имущество. Выбивать эти долги. Да, для банка это нежелательная ситуация, поэтому банку гораздо удобнее, гораздо выгоднее, чтобы заемщик оставался в статусе добросовестного плательщика, пусть даже и с реструктуризированным или отсроченным платежом. Да. Отдельно для ипотечных заемщиков существуют специальные положения в законе, которые дают возможность получить кредитные каникулы на срок до 6 месяцев. Обращаю внимание... Пользовались в 2020 году, по-моему. Нет, это немножко другое. В 2019 году еще вступил в силу закон о кредитных каникулах именно для ипотечных заемщиков. То есть он не распространяется на другие категории кредитов. Значит, согласно этому закону, каждый заемщик один раз в течение срока существования кредита... Ипотечного. Ипотечного, да. Может обратиться в банк и попросить в течение 6 месяцев не взимать с него никаких денег или взимать меньшую сумму, чем положено. В случае, если заемщик попал в трудную жизненную ситуацию, например, потерял работу, заболел кто-то в семье, ребенок родился, ну и так далее. Должны быть какие-то обстоятельства, да? Да, должны быть серьезные обстоятельства, которые... Которые, наверное, нужно будет как-то еще подтвердить. Безусловно. В 2020 году действовал специальный такой пандемийный закон, согласно которому кредитные каникулы на срок до 6 месяцев могли получить практически все заемщики по разным видам кредитов. И тогда действительно большое количество людей воспользовалось этой возможностью. Я очень часто слышу от людей объявить себя банкротом. В каких случаях можно объявить себя банкротом? Стоит ли это делать, потому что это влечет за собой большие проблемы, скажем так? Это очень усложняет жизнь, насколько я знаю. И что, вот расскажите, что это повлечет за собой, если вдруг кто-то задумывается об этом, чтобы... Ну, во-первых, давайте начнем с вот чего. Процедура банкротства физических лиц у нас в законе практикуется уже более пяти лет. Это с конца 2015 года. И за это время данную процедуру прошли уже более 300 тысяч человек. В России? В России, да. Это в целом по России. То есть более 300 тысяч человек объявлены банкротами. В том числе почти 120 тысяч человек за 2020 год. Это прирост примерно... Если за 5 лет 300, а за только 2020, 120. По сравнению с 2019 годом прирост 73%. И в первом квартале 2021 года прирост по сравнению с первым кварталом прошлого года тоже процентов на 80. Огромное количество. А почему они это делают? Значит... Если можно, я чуть-чуть побыстрее, потому что время нашей программы, к сожалению, заканчивается. Значит, банкротство дает возможность списать долг, который невозможно погасить. Но нужно понимать, что прежде всего, все имущество, которое может быть изъято у должника, будет изъято и продано. То есть... Будут заблокированы все счета. Да. Будут заблокированы все счета. И в течение 5 лет после завершения процедуры банкротства, банкрот должен будет указывать, что он является банкротом. Соответственно, он не получит доступа никаким кредитам, займам и так далее. К картам даже, по-моему, обычным, да? Конечно. То есть там же все будет заблокировано. Да. Причем списать задолженность по процедуре банкротства можно только один раз в жизни. А. Ну, это важно. Я, кстати, об этом не знала. Один шанс, который можно использовать. Подумайте, стоит ли его сейчас использовать или вообще стоит ли им пользоваться. Вернемся к нашему опросу в группе ВКонтакте «Тростан24». Мы сегодня спрашивали, планируете ли вы в ближайшее время оформить кредит? 48% говорят, нет, у нас уже есть. 42% говорят, нет, обходимся без кредитов. Но это радует, что 42% говорят, что мы обходимся без кредитов. А у остальной части он просто уже есть. Большой у нас вообще, Игорь Анатольевич, уровень отметки задолженности населения по кредитам? Коротко только. Если в целом по России, то на каждого взрослого человека приходится меньше 200 тысяч рублей. Ну, 180 с чем-то тысяч рублей кредитов. Это включая банковские и микрофинансовые организации. Игорь Анатольевич Кох, профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Казанского федерального университета, был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое. Спасибо. Все было, мне кажется, понятно. С вами была Аделья Коломиец. Желаю вам жить без долгов. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.